Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет о всеми нами горячо любимом магазине FixPrice, о том, что я прикупила в последние выходные к Новому году. И я сразу скажу, что будет перед самым Новым годом еще видео о том, что я уже купила домой. Здесь сейчас будет то, что я купила на работу, что я купила, ну да, частично домой. В общем-то, что-то новогоднее, что-то нет, но в общем и целом покупки из FixPrice. Если вам интересна тема этого видео, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, прежде всего на работу я прикупила вот такую вот елку. Здесь она в собранном виде, я прикреплю вам фотографию, как это все выглядит. Потому что завтра мы в офисе ее уже поставим, и я вам обязательно прикреплю сюда фотографию, когда буду монтировать, значит, что плюсы тут самая основная. Она маленькая такая именно для офиса или где-то, где у вас есть дома основная елка, где-то там полтора-два метра, у кого как, и вы хотите еще елочку там на кухню, допустим, или еще куда-то, то елка 70 сантиметров для стола, допустим, для подоконника вообще идеально. Мне также понравилось то, что она вот продается непосредственно в таком вот сложенном виде в пакете, удобно очень везти ее куда-то там до дома, до офиса, и поэтому я именно сейчас ее не открываю, покажу вам уже потом, когда мы ее украсим, как это все будет выглядеть. Но в самом магазине там была продемонстрирована эта елка, она была в разложенном виде, она была украшена и выглядела вполне себе красиво. Но единственное, что вот размер такой, он именно для какого-то вот стола или для подоконника, для какой-то тумбочки, то есть это не полноценная елка, а такая вот мини-версия. Ну, то есть мне как раз-таки вот для моих целей, мне не нужна была огромная елка, мне подходит вполне себе и вот такая елочка. К этой елке я прикупила набор игрушек, то есть это вот такие вот синие шарики у нас, офис весь в сером цвете, поэтому у меня синие будут шарики и тут серебристые такие вот рисунки. То есть два шарика здесь полностью в синих блестках, два шарика, они такие матовые синие, два шарика, они с серебряными снежинками. Очень красивые шарики, я уже в прошлом году покупала игрушки в фикс прайсе, все мне они нравились по качеству. Также я вот верхушку купила для елочки, тоже с такой как снежинкой или с просто зимним узором. Я думаю, что это все будет очень хорошо и стильно и круто смотреться. Кроме того, я купила вот такой вот набор, это какие-то вот такие именно советские игрушки, то есть они тоже выдержаны в стиле вот таком сине-серебристом, здесь какая-то мишура даже есть. Я все игрушки, все вот это вот уже на елку повешу, тогда вам сфотографирую, чтобы вот это все как-то так вам показать более наглядно. Но, значит, здесь у нас есть шишка, здесь шарики есть, здесь какая-то звездочка еще есть. И я решила, что это как-то так немного разнообразит нашу елку и будет это все выглядеть более, скажем так, целостно. Кроме того, я купила уже и гирлянду в офис, вот такая вот гирлянда. Я, на самом деле, первый раз такую гирлянду вижу. Она состоит из маленьких звездочек, маленьких, больших, разной формы звездочек. Я думаю, выглядеть-то будет очень красиво. Именно подходит такое украшение, наверное, действительно для офисов или каких-то. Вы не можете какие-то там дикие украшения, скажем так, там развешивать, потому что все-таки это работа, рабочая атмосфера. Но вот какие-то такие очень стильные, лаконичные украшения почему бы и нет. И также я купила вот такие вот снежинки. Значит, здесь 14 штук, они разных размеров. Они из полиэстера. Но вот сам материал, он на самом деле похож на фетр какой-то вот такой вот. Они самоклеющиеся, то есть это вот такие вот снежинки для окон, для стен. Мне кажется, очень-очень красиво это все будет выглядеть. Дальше уже будут покупки для дома. И я купила, как всегда, свои любимые вешалки. Одни купила я в свой шкаф, другие я купила маме. Так как на самом деле вешалки очень хорошие, очень красивые, хорошего качества. Выполненные из очень приятного материала. Подходят для того, чтобы вешать именно какие-то деликатные вещи, платья. И очень-очень мне нравится их дизайн. И как-то стильно смотрится в шкафу. Вешалки меня эти устраивают полностью. Мне нравится то, что здесь вот две вешалки стоят 41 рубль. Я уже говорила, что я покупала раньше такие вешалки в окей, стоили они там на порядок дороже. Здесь точно такие же вешалки стоят 41 рубль. Наверное, когда-нибудь я заменю все свои вешалки, но по возможности. То есть оставлю там вешалки для брюк, для еще каких-то там платьев, которых нет, за что их вешать. Оставлю, конечно, вешалки, которые к ним подходят. Но большинство, наверное, вещей перевешиваю вот на такие мягкие, приятные, красивые девичьи. Также я купила два набора невидимок. Одни черные для себя я купила, а вторые невидимки такие вот золотисто-медного цвета, более светлые. Я купила для своей подруги. И там, и там в наборах по 48 штук. И они именно такие вот крупные, железные и хорошо прокрашенные краской невидимки. Я люблю, потому что маленькие невидимки, они плохо держат волосы. А вот именно такие невидимки подходят для каких-то вечерних причесок, потому что они закрепляют очень хорошо волосы. У меня волосы тяжелые, их много. Мне нужно большое количество невидимок, и мне нужны именно такие вот железные, толстые, серьезные невидимки, чтобы закрепить мои прически вечерние. Так что вот скоро Новый год, буду что-то творить. Вещь первой необходимости для всех, у кого есть животные домашние, это ролик для того, чтобы собирать шерсть с одежды. Просто обалденная вещь. Я купила, наверное, прежде всего из-за того, что здесь очень много вот этих вот, скажем так, слоев бумаги, которая будет клеить, которая будет собирать эту шерсть. И также мне понравился очень дизайн. Здесь такая милая лапа. Я нигде такого не видела, я думаю, что теперь я в такие ролики буду покупать в фикс-прайсе, когда у меня закончится этот, потому что здесь такая вот очень классная лапа. Мне очень-очень она понравилась, так мило смотрится. И также, продолжая тему животных, я купила им небольшой, скажем так, подарок. Так как у меня живет два кота, кто не следит за моим инстаграмом, подписывайтесь, там у меня частенько появляются милые котейки. И так, у меня живет два кота, одному из них практически три года, а второму где-то, наверное, месяцев семь-восемь. И старший кот, он как бы уже вырос из этого возраста, единственное, что у него осталось, это вот резиночки, это больная тема. У него прям святая обязанность стащить у меня все резинки, чтобы мне нечего было на волосы надеть. А младший, он еще как котенок, он постоянно со всем играет. И поэтому для своего маленького Лёва я купила такую вот милую рыбку. Рыбку у нас он любит, поэтому купила вот такую вот рыбку. Она сделана из какого-то такого вот как жгута, то есть вот есть каркас здесь определенный, он обмотан вот этим вот жгутом. Вот даже глазки есть у этой рыбки. Очень классная игрушка, в общем-то она не очень тяжелая, ее можно будет даже потаскать в зубах, поиграть с ней. И я единственное, что расстроилась, что она вот никак не пищит, я хотела, чтобы она еще пищала, было бы вообще просто прекрасно. И также она вот сделана из такого материала, мне кажется, об нее можно будет точить им даже когти немного. И последнее, что я купила, это такая небольшая обновка для кухни, это разделочная доска из закаленного стекла с таким вот новогодним рисунком, с таким милым снеговиком. Ну, мне кажется, это очень классно функциональная вещь, если резать на ней как бы не так удобно, именно из-за такого вот противного звука, когда нож, скажем так, скользит по стеклу, не очень приятно. Но я люблю такие вещи использовать для того, чтобы ставить на них какие-то кастрюли, еще что-то, то есть противень, допустим. Если вы хотите поставить какое-то блюдо горячее на стол, чтобы не портить стол, вы можете поставить вот на такую вот досточку из стекла. Будет очень красиво, и она будет смотреться очень красиво на вашем столе, не как вот большая деревянная разделочная доска. Итак, это все, что я хотела вам сегодня показать. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И, кроме того, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что к Новому году вы выбрали фикс прайс, что интересного нашли, что вы посоветуете взять к Новому году. Потому что я еще пойду, мне хочется что-то такое к этому Новому году найти интересное. Как вы, в принципе, относитесь к магазину фикс прайс? Спасибо. 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 Спасибо.